Привет тебе, мой дорогой друг! Сегодня мы с тобой попробуем сделать или повторить одну интересную штуку из интернета и как бы опыт, химический опыт, если можно так выразиться, а именно омеднение металлических деталей. В данном случае хочу сделать омеднение всех метчиков, а возможно и плашек. Так как у меди низкий коэффициент трения, мы сейчас это попробуем сделать. Но самое главное, у меня нет электролита. И первым опытом я попробую сделать без электролита, то есть просто медный купорос и вода, при этом вода не дистиллированная. Попробуем. Если не получится, сгоняем все, купим и попробуем уже как написано было у ребят. Давайте первый опыт. 100 грамм медного купороса и пол литра воды, сейчас все смешаем. Раствор сразу стал очень-очень синим. Взбалтываем. В первую очередь нужно обезжирить деталь. Я это буду делать с помощью технического спирта. Обезжириваем. Даем высохнуть. И пробуем в растворе. Повторяю этот раствор без электролита и без дистиллированной воды. И ничего не происходит. Все-таки электролит нужен. Первый опыт не удался. Съездим сейчас в магазин и попробуем второй опыт. Ну привет, друзья, еще раз. Теперь второй правильный, так сказать, рецепт. Ну что, друзья, время пришло проверить нормальный рецепт из интернета. А вот эта вода с медным купоросом мы выльем по назначению для защиты от болезни и, в принципе, удобрим, так сказать, растения. Наливаем где-то примерно около 400 грамм дистиллированной воды. Эта бутылка у нас на 900 миллилитров. Нальем чуть меньше половины. Размешаем сначала в дистиллированной воде. Ну и осталось после размешивания налить 100 грамм электролита. По вторую риску как раз будет 100 грамм. Почему-то свет у нас изменился. Сейчас, возможно, опять ничего у нас не получится. Опять крупный метчик. Опять обезжириваем. Даем высохнуть. И пробуем. Ну, я уже сейчас вижу, что у нас ничего не получается. Опять нас обманули, друзья. Как так-то? Я продолжаю вести бой с химической промышленностью и вот этот раствор у нас не получился. Как напоминаю, здесь 100 грамм электролита, 400 грамм воды дистиллированной и, соответственно, медный купорос. Продолжаем. Опять у нас пачка медного купороса. Теперь попробуем еще одного производителя медного купороса. Тот у нас уже не получился. Это уже третий опыт, считайте. Теперь Green Belt. Посмотрим. Я надеюсь, что хотя бы этот будет настоящим медным купоросом все-таки. Размешиваем. Надеюсь, что это настоящее, ибо очень тяжело размешиваются. Я задолбался мешать. Сейчас нальем пол этого стакана. На эти пол стакана нальем примерно 20 грамм электролита. Надеемся и верим. И у нас получилось. Он не потерял цвет. И это нам говорит о том, что этот медный купорос нормальный. Кому интересно, еще раз посмотрите название фирмы. Прикольно. Прям моментально. Но мы все же сделаем как нужно. Сделаем обезжиривание. Пробуем. Обезжириваем. Ну и первый опыт медчика. И реакция начинается. Блин, это, конечно, прикольно. Очень интересно. Дадим немного этому высохнуть. Это был с обезжириванием. Я попробую полностью сейчас почистить. Еще раз обезжирим, чтобы все это слезло. Продуем. И снова попробуем. Еще раз. Продули, очистили, высохло. Опускаем. И это уже лучше. И это выглядит гораздо прикольнее и качественнее. Ну а я сделаю сейчас полностью всю коробочку медными. И сейчас вернемся. Ну и давайте попробуем накунем плашку. Промываем спирт. И потом продуваем. И опускаем в раствор. Самое главное, что по заверениям ребят из интернета, данный раствор можно использовать неограниченное количество времени. И вот у нас получается, что... Очень интересная тема. Теперь я хотел бы попробовать сделать обмеднение вот навершия мяча, которое я делал в одном из видео. Сейчас мы попробуем так же. Или может быть не будем обезжиривать, просто сразу окунем. Обалденно! Вот что у нас получается в итоге. Таким образом можно вносить обалденное декоративное покрытие. Очень интересно в итоге получается. Допустим, в данной вещице это смотрится очень круто. Так же, к примеру, можно сделать меднение данного кольца. Просто магия какая-то. Но главное делать это либо в перчатках, либо руки сразу помыть. Я думаю, может быть, взять и покрыть полностью весь клинок. Но почему бы и нет. Обалденно проявляется. Просто-просто. Ну что, спасибо за то, что посмотрели, дорогие друзья. Данный раствор хранится может чуть ли не бесконечно, судя по заявлениям ребят из сети. Поэтому я его буду использовать периодически в своих проектах. Так сказать, раствор мы будем хранить долго. Ещё раз повторю, используя во всевозможных проектах. Это я показал как пример. Допустим, так же можно пройти по больстеру. Это было бы очень красиво, если бы он был. Ну а вот эти вот неудачные попытки, эксперименты мы унесём и, может быть, древесиной обработаем, если это действительно настоящий, так сказать, Купрум. Спасибо большое за просмотр. Пока.